Лекции, роль женщины, продолжение, мы уже говорили на эту тему, продолжим еще раз продолжение. Говорили женщины вообще в принципе в мире, и в первую очередь еврейской семье с точки зрения мужчины, потому что об этом теме обычно принято говорить женщины, женщины, но я хотел поговорить именно как мужчины смотрят на это. Естественно, то, что написано в Торе, опираясь, так сказать, на то, что говорили наши мудрецы. Первую основу я возьму кассету, ну, записи, урок, можно сказать, синонимы одного и того же понятия, лекции, которую говорил Рав Арьякобзен, да, он так говорил в одном из бит-яковов, очень интересная лекция на еврейке, разумеется. Я как бы возьму это за слово, также еще добавлю то, что я слышал от Рапшим Шанпинтузе Цаль, от Равусрой Кланера, ну и так далее. Вот, так возьмем самое начало, собственно говоря, мы об этом уже вернусь еще, так сказать, это основа основ, да, так сказать, основа камень преткновения, непонимания вообще, о чем идет речь. Есть два куска, один в Сидури, другой в Масехетбракот, если не... Окей, я просто решил перейти на другое место, потому что здесь плохая клита. Так вот, продолжим. Так есть, как сказать, известная вещь, которую приводит Шулхонорух, которая написана в наших Сидурах, о том, что, значит, женщина, значит, «Миварехет браха, говорит браха, шаасалик коль царки, что сделал меня по своему желанию, по своему карцуно, да, извините, не карцуно, по своему желанию». И выглядит со стороны очень так странно, и, к сожалению, есть неумные авторы, которые не смотрели в Шулхонорух, и не смотрели, что на самом деле написано на эту тему, да, действительно так, так сказать, объясняют. Типа, так сказать, такой бедиават, да. Ну вот, коль уж создал такой бога и несчастный, кривой, слепой, да, типа женщины, да, ущербный, да. Я говорю кривой, слепой, ну в смысле ущербный, да, такой, ну вот, как безрукий говорит. Там вот такой вот, значит, перечень ущербностей. Первый, значит, самый ущербный – это не еврей, который, да, потом, значит, эвит, раб, а потом, значит, женщина. Ну, естественно, венец творения – это мужчина. А вот, я все это говорю, еще раз, это все в скобках, да, это все неправильное понимание, да. Это просто, ну, кто-то так понимает, скажем так, что он больной человек. Ему нужно, так сказать, это, ему нужно, так сказать, врач и аптека, да. Его нужно отправлять, так сказать, в соответствующее заведение, чтобы его, так сказать, там подлечили. Потому что, ну, я даже не буду сейчас объяснять, почему это нехорошо, потому что каждый, наверное, понимает, что, естественно, да, это не было, не было желанием, не было желанием творца подобное объяснение, да. Вот. Теперь, что касается эвита, и что касается раба, в смысле, в этот араб, и что касается нееврея, то тут нужно понимать следующее. Во-первых, нет брахи, которая говорит, что осани иуди, да, значит, нет такой брахи, вот. Есть браха, что ли осани гои, что ты меня не сделал гоем, но евреям человек должен сделать себя сам. Теперь, человек, который сделал ги-юр, он не может такую браху сказать, потому что по принципу, ну, он меня ты, и ты, и ты не сделал, он как бы, да, он должен был пройти ги-юр по каким-то там причинам. То есть, по сути дела, да, разница между нами и герами, она небольшая. Да, по сути дела, мы рождаемся евреями, мы рождаемся, как и так, аналогическими евреями, скажем так. Что это имеется в виду? Это имеется в виду, что мы должны сами себя сделать евреями. Каким образом? Соблюдая Тору Митсус. Начиная соблюдать Тору Митсус, так мы, значит, нам не нужно для того, чтобы начать соблюдать Тору Митсус, делать ги-юр, да. Но для того, чтобы стать евреем, мы должны, мы должны в первую очередь, да, начать соблюдать Тору Митсус. То есть, если мы не будем Литкадем к соблюдению, не сделаем себе евреями, мы останемся, как говорил Мойши Шапиро за царь, эр-эв-раф. То есть, такими, так сказать, негоями, да, то есть, так сказать, люди, которые могут стать евреями, но ими не стали, да. У них была возможность, возможность стать евреями. То есть, для того, чтобы стать евреями, им не нужно было делать ги-юр. А вот, теперь человек, кто родился не евреем, так у него, как бы, тоже есть возможность, может сделать ги-юр. То есть, по сути, разница небольшая, да. Только в прохождении обряда ги-юр и все, да. И все, так сказать. А дальше, так сказать, и от нас, и от них, и от герями, и от оброжденных галахических евреями, да, требуется одно и то же, да, соблюдать Тору, соблюдать Митсус. Нет, то же самое, то же самое Эва, та же самая идея, да. Что Эваду, да, значит, Эвад, он соблюдает все Митсот, как женщина. Вот, мы, так сказать, можем их еще больше соблюдать. То есть, Кована, что у нас есть еще больше возможностей приблизиться ко Всевышнему. Теперь, вот, теперь дальше тут начинается очень интересно. В принципе, да, говорил Равшим Шанпинкус, да, я повторяю его слова. И это не напрямую, но, в общем, так видно из Магена Врама на это место в Шухонорухе, где приводятся эти благословения. Женщина должна была бы говорить, женщина говорит, что «осакерцено» по своему желанию, а мужчина должен был, должен был, женщина говорит, что «осакерцено». То есть, женщина, да, это то, что женщина говорит, она говорит, что «осакерцено», а должна была говорить, что «лё сани иш», да. А мужчина должен был говорить, что «лё сани иша». Что имеется в виду? Что у каждого есть свой какой-то дэрэх, свой какой-то путь. Вавадат Ашем. Да, у каждого из нас есть какой-то свой путь. Вавадат Ашем, да. У одних, так сказать, у женщин свой путь, у нас свой путь. Да, у каждого, так сказать, у каждого свой подход. Вот. Теперь, так сказать, этот путь, он разный. Да, но в принципе это два пути, которые, которые есть вавадат Ашем, да. Теперь, что говорит женщина? Она говорит потрясающую бараху. Это, в общем-то, очень важно. Она говорит бараху, что она приводит рацион в этот мир. Какой рацион Всевышнего? То есть, она приводит желание Всевышнего в этот мир. Какое желание Всевышнего? Желание Всевышнего в том, что она создает, создает еврея, да. То есть, она приводит еврейскую душу в этот мир. То есть, она делает возможность, да. Вот эта самая возможность, да, которую мы получаем от рождения, чтобы не проходить ги-юр, а сразу начинать соблюдать митцвот, эту возможность привозит женщина. И вот это рацион Ашем. Это рацион Ашем. То есть, по сути дела, стартовая площадка у всех могла быть у всех одинаковой. Можно было бы, по конечному счету, сделать так. Всевышний мог бы сделать так, что каждый при рождении должен пройти ги-юр, а уже потом начинать соблюдать. Тогда бы разница между нами и гейрем, и гейрем, между рожденными евреями, от еврейской матери и рожденные, так сказать, неевреями. Разница никакой. Ты хочешь, да, делаешь ги-юр, пошел. Не сделаешь ги-юр, все, становишься гоем. Можно было бы, мог Всевышний сделать и такой подход. То есть, каждый раз человек собирается, так сказать, начну, еврей должен, он проходит обряд ги-юра, и в какой-то мере бармитсва, это что-то в этом похоже. Но все-таки, да, Всевышний сделал хэсет, колоссальный хэсет, и он дал нам бонус, да, но как человек, который открывает счет в банке, ему там дают, там, не знаю, подарок, 100 тысяч долларов, да. Такой-то такой нам бонус Всевышний дал. И вот этот бонус, да, мы получаем только через еврейскую женщину, да, еврейскую мать, которая рождает, рожает ребенка, да, и она, да, и открывает вот этот бонус, вот этот счет на 100 тысяч, там, не знаю, долларов, там, не знаю, каких-нибудь там заслуг, тем, что мы не должны заново делать ги-юру, что у нас есть такие подъемные. То есть, у нас есть подъемные, да. Не евреям эти подъемные не даются, потому что по какой-то причине они, значит, родились от этого, они должны сами пробивать путь, хотят барушу, когда же баруха им дают себя, это дешмая, и помощь, и все, ковыряться, понятно, что у них тоже есть свои определенные бонусы, да. Но у нас есть бонусы от рождения, и вот эти бонусы от рождения мы получаем от еврейской матери, и вот это то браха, о которой она говорится. Чему все это говорят, да? Во-первых, для того, чтобы разбить ложные утверждения, которые, к сожалению, сегодня есть в мире, да, что люди, так сказать, вместо того, чтобы понимать настоящую роль еврейской женщины, она утверждает, местная женщина кухни, и все, значит, типа там, человек второго сорта. Полный бред. Теперь, на самом деле, да, Рав Якобзон говорил, и это я видел в некоторой ситной этой книге, приводится, что каждый, кто был создан позже, он выше предыдущего. Это видно из порядка творения, что вначале были созданы простые вещи, свет, тьма, потом неживая материя, потом травы, потом деревья, потом живо, птица, рыба, а потом уже человек, и последняя была создана женщина, да. В таком случае, Шидим, как бы, еще выше нас, черт, потому что они были созданы в это, в перед Машбенешмашот, да, так сказать, о Мшиши, и позже женщины. Ну вот, так что это все не так просто, так сказать, такое утверждение, потому что это утверждение Машмаш и черт. Ну, правда, можно сказать, что чертей не доделали, вот. Их там, так сказать, должны были создать, но их не доделали, так сказать. Ну, неважно, не будем ходить, не наша тема, да, это тоже интересная тема сам по себе, но нас это не касается, мы занимаемся шламбайтом. Вот, но действительно такое утверждение есть, что мы из этого видим, что мы из этого видим, мы из этого видим, что действительно, да, роль этой женщины, она как бы, да, она более высокая, это так утверждает Рав Якобзен, по сути дела, и это, в общем-то, видно из этих первоисточников. Вот, так, не столь суть. Теперь, есть еще одна гемора, давайте сразу приведу Марай Макумот, а потом начну говорить какие-то выводы. Еще одна гемора, которая утверждает следующую вещь. Значит, приходит гемора и говорит, это в геморо-брахот, значит, Нашим, Нашим, так сказать, Шамамот, Кумулы Тхията Митим. Значит, такие, тихие женщины встанут, встанут во время Тхията Митим, во время, так сказать, воскрешения из мертвых. Прашивает гемора, женщины встанут Тхията Митим, в исход Ма, в какую заслуга. Гемора имеет в виду, что был Тхията Митим, что было воскрешение из мертвых, должно быть заслуга изучения Торы. Откуда у женщины заслуга изучения Торы? Очевидно для гемора, что для того, чтобы получить какие-то Митим, неважно, евреи, неевреи, мужчина, женщина, должно быть заслуга изучения Торы. То есть по геморе очевидно, да, там это очень интересная информация сам по себе, что те люди, которые будут воскрешены из мертвых, это будут те, у кого есть какая-то заслуга изучения Торы. Если такой заслуги нет, значит, у них не будет, так сказать, воскрешения из мертвых. Пускай многие не думают, да. Вот, так, спрашивает гемора у женщин, откуда такая заслуга? Зачивает гемору очень просто. У женщины, это написано в Шулхонорухе, написано в геморе, да, что у женщины заслуга, что она посылает своих детей изучать Тору, мальчиков, да, сыновей и мужей, дает им возможность изучать Тору, тем, что она дает возможность мужу изучать Тору, и у нее есть заслуга, да, так сказать, при том, у женщины заслуга, так сказать, с момента, когда она выпускает, пока он не приходит, пока она его не дернет, да, куда-то там по своим делам. То есть, все время у него есть заслуга. У него, так сказать, это заслуга изучения те часы, которые он реально учился, да. Ну, там человек уснул случайно, на еда, понятное дело, человеку необходимо там, иногда поспать, иногда поесть. Да, но если он там отвлекся на пустые разговоры, на то, на сё, на какие-то другие дела, не касающиеся Торы, то у него этой заслуги нет, то есть эти часы у него пропадают, у женщины не есть. Женщина, может быть, даже имеет больше заслуги. И там написано, что большинство женщин, то есть, из Гемора, Машма, что большое количество женщин станут над Хиатами намного больше, чем мужчин. Собственно, с этого начинается Гемора. Песняет Равьяк, потому что, на самом деле, у женщины стар, да, намного выше, да, вообще, так сказать, да, чем мужчины. То есть, поэтому мужчине требуется шелхонору, требуется очень четкий такой садр. То есть, на самом деле, как бы, Всевышний облегчает ему, давая ему четкие какие-то вещи, которые связаны с митцвот, с мангромаса, с митцвот, с определенным временем, да. У женщин всего-то, так сказать, этого нет, потому что у нее больше связано с воспитанием детей, с домом, и там невозможно дать четкие указания. Потому что это, как называется, есть такое понятие, когда человек работает постоянно, но нет четкого, так сказать, времени работы, да. То есть, он могут разбудить в 2 часа ночи, в 3 часа ночи, его могут поднять в 7 утра, могут потребовать. То есть, все время суток, да, его могут дернуть на работу, да. Это очень тяжелая работа. Любой человек, который с этим сталкивался, знает. Очень тяжелая работа. Тебе постоянно, ты не знаешь, когда у тебя свободное время, когда не свободно, как рассчитывать, да. Вдруг какие-то бессонные ночи, потом нет работы, потом это очень-очень тяжело. Когда есть постоянная четкая работа, там, да, вот так распределяю по времени, это очень много проще. А когда она не ограничена, да, это очень тяжело. Так вот, у женщины, да, они связаны, потому что связаны с домом, связано с питанием детей содержанием дома многие женщины сегодня и работают зачастую зарабатывают много больше, чем мужчины и поэтому у женщины лежит очень много количества дел намного больше, чем у мужчины и это очень непросто для мужчины это по-непрактически невозможный труд в итоге мы получаем к тому что мы приходим к тому, что мужчина то, что написано, что мужчина должен давать он должен любить саму себя отдавать уважение больше, чем саму себя он должен видеть, насколько она намного выше намного выше его делает и это известно в мире, что женщины они более постоянные они ближе, так сказать у них все начинается с любви главное для них это любовь даже в интимных отношениях женщина, которая не любит мужа не любит избранника своего сердца даже не дай бог не дай бог те случаи, когда мы не будем трогать эти случаи скажем, нормальная семья муж, жена не будем трогать Ромео, Джульетту всякие, так сказать глупости гойские любовные романы но даже в этих случаях для женщины важна любовь даже в этих случаях все начинается с любви возьмем обычное так сказать обычное микро обычное микро обычный случай а женщина важно, чтобы важно, как он важно, так сказать важно, так сказать чтобы она его уважала чтобы она, так сказать Если она, не дай бог, его не уважает, у нее нет к нему любви, она ничего не получит, никаких, так сказать, даже в интимном отношении. Мужчина более отстраненный, да, он как бы, любовь для него это так, дело десятое, да, то есть он может получать свои, так сказать, удовольствия, хотя тоже это ему не важно, не обходимо. Вот, просто к чему говорю, да, к чему это все говорю, что кешер связь, да, связь, так сказать, между мужем и женой, да, сможет, перешли на связь между мужем, отошли от женщины, перешли на связь между мужем и женой, ну, в принципе, да, так как для женщины, да, важна семья, да, так сказать, очень, очень главное, да, так сказать, это, да, как бы, все так сказать крутится вокруг этого да потому что это бы суда бы на есть разные женщины женщин корни хотят семьи это все еще одна женщина это больные женщины в какой-то степени до всякие феминистки всякие там которые не хотят детей до сказать или пятки все это сказать в меру допустим женщин много детей на по каким-то причинам не может больше рожать или тяжело и цедр это я не говорю про такие случаи да я про случайно женщин вообще не хочет иметь детей да не дай бог или хочет выходить замуж и те случаи есть да она это больные женщины женщины которых искалечили таскать общество мужчины с которыми она общалась и так далее так далее здоровая женщина она естественно хочет это необходимо это как бы ее суть вот поэтому когда мы говорим про женщины в мире она колоссальна Она колоссальна Но колоссальна она в том Что она не идет на первой роли Женщины могут быть на первых ролях Мы видим в Торе были женщины Пророчицы и Шофтим Которые занимали Самый большой пост еврейском Шофет Он был как царь И так далее Но это не Это тяжело Для нее это тяжело Для нее главное это дом Для нее дом Построение дома Женщина которая выходит на работу Большинство женщин выходит на работу Дом для нее является важной частью Самой важной У большинства работающих женщин Есть чувство вины Она ворует у своих детей Свое время Вместо того чтобы заниматься детьми Она там занимается другими людьми Вот Это как бы вот Мужчина такого конечно же нет Он чувствует себя нормально Он работает Он занимается детьми У него все так сказать построено У него все четко идет по времени Женщины такого нет Женщина чувствует что она Обязана заниматься Первую очередь Обязана заниматься земле Домом И это все время должно посвящать именно это Так она чувствует Да Так она хочет Ну Значит у нее все так получается Вот Опять таки я Еще раз я так сказать Дальше я напишу Я не написал заглавие Как я уже сказал Заглавие будет этой лекции Роль женщины с точки зрения мужчин То есть как мужчина смотрит Да Так сказать Не как Женщина Еще раз Женщина может быть со мной Не все согласятся Скажут что они по другому Видят свою роль И так далее И так далее Но я просто пытаюсь дать Лекцию мужчин На мужском языке Как они должны смотреть На роль женщины Да Это не значит Что значит Женщины так думают Да Может они думают И про себя по другому Может быть Любая какая-то рабанит Скажет немножко иначе Хотя я не думаю Что со мной можно поспорить Потому что в общем-то Я говорю вещи Которые говорят все Как правило Вот Мужчин должен понимать Да Что без женщины Он Он пропадет Да Любой мужчина Это я говорю совершенно Объективно и точно Да То есть те мужчины Которые думают Что вот он одиночек Он сможет прожить жизнь Написано Летовлю этого дам На воду Нехорошо ему быть одному Сил эзер кенэгдо То есть она имеет Всегда насоснанно Как эзер Как помощница Когда кто Может Помочь ему Разобраться Да Он помогает ей Это понятно То есть для женщины Очевидно Что ей нужен мужчина Но даже Но даже для мужчины Который мне очевидно К сожалению Да Не всегда очевидно Что им нужна помощница Это необходимо Да Потому что Невозможно Невозможно Да Разобраться в себе Построить семью Да Дело даже не в семье Да Уж тем более воспитывать детей Да Уж тем более воспитывать Те же мужчины Которые берутся Воспитывать детей Без жены Это очень Очень Как и женщины Которые воспитывают Без мужа Это очень Очень неправильно И плохо Потому что В семье должен быть Отец Должна быть мать Но даже если люди Так сказать Говорят Вот нам не нужна семья Нам не нужны дети Таких мужчин Больше чем женщин Это Это неправильно Потому что Это разрушает человека Да Разрушает человека Да Есть люди Которые Женят санаторий Да Но это отдельные люди Которые связаны с Торой Тором Может как-то заменить Это Мы сейчас не будем в это входить И боекарон Это невозможно Нужно служить Приблиться к Всевышнему Не будучи женатым То есть мы говорим Что монашество Это не путь к Всевышнему Это путь в гейном Да С точки зрения Торы монах Он не служит Всевышнему Он служит дьяволу Он служит сатане Это откровенно Говорят Совершенно точно И однозначно Да Не вдаваясь в религии Просто Так сказать Само понятие Монашество Да Когда человек Отдает обед Безбрачие То он дает Обед сатане Да Потому что Невозможно построить Приблиться к Всевышнему Ни раз Без женщины Да То есть мужчина Именно вот Органическое соединение Мужчина и женщина Это вот та Та система В которой Можно приблиться Ко Всевышнему Можно понять Тору Можно Так сказать Служи Творцу Да Вне этой системы Да Невозможно Никакое Духовное Совершенство Те люди Которые Это не понимают Это люди У которых Есть проблемы Которые Нужно решать Разумеется Не в рамках Этой лекции Разбирать Не эти проблемы Да Я должна Обратиться К соответствующим Специалистам Равинам Которые Помогут Разобраться На себе Понятно Что Должны быть Люди Религиозные Потому что Нерелигиозные Люди Им не помогут Должны быть Религиозные Люди Которые Помогут Разобраться В этих Проблемах Но это Уже Индивидуально Так сказать Можно Обращаться Ко мне Можно К моей жене Обращаться Да Я сброшу Так сказать Сброшу Так сказать Соли Линк На Группу обсуждений Ватсаби Вот Но это Что я хотел Сказать Без рата Шем Мы еще поговорим На эту тему До свидания И всего хорошего Приятной Вем Неделе